Но с кем провести Новый год, как ни с его символом, можно, конечно, решиться на отчаянный поступок и завести большого поросенка. А можно вот такого маленького мини-пига, хрюкающего друга. Кстати, в переводе с английского обозначает маленький поросенок. Светлана, счастливый обладатель мини-пига, вот уже два месяца хрюшку зовут Нюша. Насколько животное может быть домашним питомцем? Такого питомца, как Нюша, домашним причислять невозможно. Уход очень сложный и, наверное, большая степень дискомфорта доставляет то, что от нее много запаха и много испражнений она производит ежедневно. Мини-пиги были выведены на основе вьетнамской породы свиней. Вообще мини-пиги весят от 9 до 120 килограммов. Последняя цифра, кстати, не кажется маленькой, но вот обычной белой свиньи, только вдумайтесь, весит около 300 кило. Мини-хрюшки бывают разных окрасов, как и их крупные сородича. У мини-пигов щетина практически отсутствует, поэтому аллергии они не вызывают. Кстати, дома уходу за мини-пигами много времени уделять не нужно. Достаточно ее купать несколько раз, ну достаточно пару раз в неделю ее искупать, потому что в пословице есть такая, да, свинья везде грязь найдет. Наша Нюша тоже ее везде ищет с возможным способом. Купаться любит. Наливаем ванну, она там стоит, балдеет от теплой водички, прикрывает глазки от удовольствия, когда бока намыливаем. Ночью мини-пиги спят так же, как и люди. Наши героини Нюши не исключение. Ну а есть небольшой поросенок все подряд. Основа рациона Нюши это каша, а лакомствами являются яблоки и кабачки. Стараемся ее не перекармливать, три раза в день она у нас кушает, потому что нам надо в кадре иметь красивую стройную поросеночку. Выяснилось, что купить мини-пига у Владимира не так-то просто. В зоомагазинах их практически не продают, а привозят только под заказ. А на Авито в нашем регионе одно единственное объявление. Мини-поросят возрастом до двух месяцев владелец продает за 20 тысяч рублей. Вот небольшая инструкция для тех, кто все же отважился завести мини-пига. Обустроить для питомца спальное место в виде домика или подстилки, организовать гору из тряпок, чтобы витомец смог вырошить ее рылом, как того требует генетика пига. Купать пига два раза в неделю со специальными моющими средствами для животных или в простой воде. Убрать из зоны досягаемости любопытного пига потенциально опасные предметы. Установить лоток, но не приобретать наполнитель, поскольку питомец просто разбросает его. И еще одна важная деталь для потенциальных заводчиков. Мини-пиги живут 15-20 лет. Да-да, вы не ослышались. Зато друзья мини-пиги общительные и отлично ладят не только с людьми, но и с другими домашними животными.